Здравствуйте, дорогие друзья! 21 января, пятница, и мы с вами завершаем изучение четвертого урока, который назывался «Иисус, наш верный брат». Итак, на протяжении этой недели мы с вами рассматривали человеческую природу Иисуса Христа, то, что Он воплотился. Если на прошлой неделе мы говорили о Христе как о Боге Всемогущем, о Вседержителе, то на этой неделе мы говорили о том, что Он воплотился и стал человеком. И во Христе сочетаются эти две природы, божественная и человеческая. Давайте посмотрим, о чем мы говорили на этой неделе. Памятный стих звучит так, Евреям 2.14 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Евреям 2.14 В этом стихе, как и всегда, в Библии содержится очень много истины. Посмотрите, а как дети. Мы для Иисуса дети. Не только брат Он наш, не только мы для Него братья и сестры, но еще и как дети. Он по-отечески относится к нам, по-отечески любит нас. Иисус действительно говорил о Своих учениках, что всякий, кто исполняет волю Отца Моего, тот мне брат и сестра и мать. И с другой стороны, Он обращался к людям, порой даже ко взрослым, людям обращался со словами «Сын мой, дочь моя, сын мой, прощаются тебе грехи твои, дочь моя, дерзай, вера твоя спасла тебя». И обращаясь к апостолам, Он порой говорил «Дети мои, дети, есть ли у вас какая пища?» И обращался Он к ним. Поэтому и сегодня Иисус обращается к нам и относится к нам, как к своим братьям и сестрам, и с другой стороны, относится с отеческой любовью. И это хороший пример для нас. Хорошо бы и нам относиться так к другим людям, которые все еще находятся во тьме, не знают Бога, не знают Иисуса Христа, чтобы у нас была отеческая любовь, покровительственная, где-то великодушная, прощающая, снисходительная, как бывает у родителей к своим детям. Ну, давайте посмотрим, какие аспекты человеческой природы Христа мы рассматривали на этой неделе. Иисус, став нашим братом, стал ближайшим родственником, и как еврейский Гуэль, Искупитель, Он может выкупить нас из-под рабства греха и смерти, и Он совершил это. На самом деле у евреев был такой обычай, который прописан в Священном Писании, что если кто-то попадает в рабство, продает себя в рабство вынужденно, и теряет землю, и продает свою землю кому-то, то ближайший родственник мог выкупить этого человека самого, и его землю, и вернуть ему землю, чтобы человек этот мог свободно жить, трудиться на своей земле, и добывать пропитание для себя и своей семьи. Иисус совершил нечто подобное. Иисус стал нашим Гуэлем, нашим Искупителем. Он выкупил нас из-под смерти и греха, и Он дарует нам, возвращает нам землю, которую мы утратили, и дает нам вечную жизнь на этой земле, новой земле. Второй аспект человеческой природы Христа – это то, что Он не стыдится называть нас братьями. И мы говорили о том, что порой мы сами стыдимся многих поступков своих, и самих себя стыдимся. И в жизни каждого из нас есть темные пятна, которые мы не хотели бы, чтобы кто-то узнал когда-либо. Но Христос, зная все это, и зная даже больше, зная даже то, в чем мы сами стыдимся самим себе признаться, но Иисус не стыдится нас, зная все про нас. И это говорит о том, насколько Он любит нас, насколько Он принимает нас, такими, какие мы есть. Мы такие, какие есть, дороги Ему. Сегодня мы дороги Ему. Слава Ему за это. Еще один аспект – то, что Он воспринял плоть и кровь человеческую. И мы говорили о том, какова человеческая природа Христа. Она в чем-то похожа на нашу природу, но в чем-то отличается. Она похожа в том, что она ослаблена тысячелетиями греха, и дьявол, пользуясь этими слабостями, искушал Иисуса Христа очень сильными искушениями. Но с другой стороны, природа Христа отличается от нашей, потому что Он не был рожден грешником, как мы рождены грешниками. У Него не было греховных наклонностей Его человеческой природы, как у нас есть греховные наклонности от рождения, греховные наклонности нашей природы. Означает ли это, что Иисус не может быть для нас примером? Нет, не означает, потому что, тем не менее, природа Христа была ослаблена грехом человечества, и Сатана имел доступ, и он искушал Иисуса Христа. Но Иисус одерживал раз за разом, постоянно одерживал победу, благодаря своей вере, своей связи с Отцом, и показал в этом пример для нас, что мы также можем победить, как и Он. Еще один аспект человеческой природы Христа, что Иисус воплотился, чтобы перенести страдания ради нас, и через страдания Он усовершился, достиг совершенства. И этим самым Он и нам показал, что мы можем через страдания достигать совершенства. Страдания также, мы рассуждали, что это одна из форм благовестия. Люди, видя нас, как мы претерпеваем страдания, и как мы выдерживаем их, как мы полагаемся на Бога в самые тяжелые дни нашей жизни, они могут увидеть, что Бог на самом деле реален, что Иисус реален, что Он освобождает нас, что Он избавляет нас, что Он дает нам мир на сердце и радость, когда, казалось бы, по-человечески нам должно быть очень тяжело, и мы должны впасть в отчаяние. Но мы не отчаиваемся, как апостол Павел пишет, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, потому что у нас есть внутри эта тихая радость и надежда, и упование на Бога, и знание, что Он никогда нас не оставит, и что наш жизненный путь завершится славно, что мы на самом деле окажемся в небесных обителях вместе со Христом, и что это Его твердое обещание. Еще один аспект человеческой природы Христа, это что Иисус стал нашим братом, чтобы быть для нас примером. Жизнь Иисуса Христа стала примером для нас во многих аспектах, и мы рассуждали о том, в каких аспектах, в каких вопросах мы можем ориентироваться. У нас есть этот ориентир, у нас есть возможность настроить свой компас, у нас есть возможность увидеть тот путь, которым прошел Христос, и вслед за Ним идти след в след и в этой жизни жить, как жил Иисус. Вот такие аспекты человеческой жизни Христа мы с вами рассматривали. И Евреям 2.13 написано, что Иисус, обращаясь к Богу, здесь говорит, «Я буду уповать на Него». И еще, «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог». Мы для Него дети, которых Бог дал Ему. И в то же время мы Его братья и сестры. Он любит нас, как своих родных. Он породнился с нами, и Он гордится нами. Он не стыдится нас, Он радуется нам, Он считает нас драгоценностью, как драгоценную жемчужину, Он приобрел нас, и ради этого Он продал все жемчужины, которые у Него были, и все, от всего отказался. Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились. Слава Ему за это. Друзья, хотелось бы вас попросить, чтобы вы задумались над следующими вопросами для дальнейшего рассуждения. Почему для нашего спасения Иисусу все-таки нужно было воплотиться? Да, мы привели много ответов, но может быть у вас есть еще один какой-то свой ответ. Почему все-таки Иисусу нужно было воплотиться? Напишите в комментарии, можете написать свой ответ. Что означает для Иисуса, что мы Его братья? Да, мы говорили о том, что для нас означает, что Он наш брат. Но как вы думаете, что для Иисуса означает назвать нас своими братьями? Что Он при этом испытывает? Напишите об этом также в комментарии, если пожелаете. И третий вопрос. В чем вы лично ориентируетесь на пример Иисуса Христа? В каких обстоятельствах жизни Иисус является для вас ориентиром? И пример Иисуса Христа является для вас образцом? В чем вы учитесь у Христа? Можете поделиться также, если захотите, в комментариях. А сейчас давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Иисуса, за то, что в Иисусе Христе Ты пришел и породнился с человеческим родом. И мы увидели, что Бог Небесный, Бог Всемогущий и Всесильный, стал Богом с нами. Мы благодарим Тебя за то, что можем смотреть, например, Христа и стараться жить такой же праведной жизнью. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, как своих детей, и что Иисус, как старший брат, относится к нам. И Он гарантирует, что для нас Он приготовил Небесные обители. Нам приятно жить на этой земле, осознавая, что мы не одиноки, не брошены, что у нас есть Тот, Кто ценой своей жизни искупил нас. И без сомнения, без всякого сомнения, сделает все возможное для того, чтобы мы могли жить вечно. Слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы продолжаете изучать послание к евреям. На этом мы с вами прощаемся. До завтра. Продолжение следует. Продолжение следует.